15 мая на Чернобыльской атомной электростанции начала свою работу миссия технической поддержки ВАУ-АЭС на тему обращения с радиоактивно загрязненными водами. Первое заседание состоялось в учебно-тренировочном центре ГСПЧС в Славутище. В ходе миссии эксперты познакомятся с презентациями специалистов принимающей стороны по темам обращения с радиоактивными отходами, обращения с радиоактивными водами на Чернобыльской АЭС, а также с презентациями по программам ВАУ-АЭС. Выслушают доклады экспертов команды Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций, среди которых советники ВАУ-АЭС Александр Остапов, профессор Будапештского технологического института Георгий Пасгай, представитель на Экоэнергоатом, заместитель начальника химцеха Ревинской АЭС Денис Губский. Цель данной миссии – представить оптимальный и экономически целесообразный подход к очистке трапных вод на Чернобыльской АЭС, при необходимости найти оптимальный реагент или сорбент для использования в технологии переработки трапных вод с минимальным образованием вторичных отходов, а также поиск решений минимизации зависимости технологического процесса очистки трапных вод от греющего пара. Для глубокого изучения поставленной задачи в плане миссии техподдержки запланировано посещение промышленной площадки Чернобыльской атомной электростанции. Во время визита экспертов детально ознакомили с работой завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Эксперты посетили корпус по обработке трапных вод и промышленный комплекс обращения с твердыми РАУ. В мире накоплен значительный опыт обращения с радиоактивными отходами. Специализированные организации во всем мире разрабатывают технические рекомендации, руководство и требования по безопасному обращению с отходами, позволяющие выбрать технологические и организационные решения в этой области, соответствующие конкретной задаче, стоящей перед конкретным предприятием. Миссии технической поддержки, которые организует Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций посредством взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта предприятий, которые представляют эксперты, повышают безопасность и надежность АЭС во всем мире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...